Знакома со творческом Марка Леви, я начала с книги «Между небом и землей». Правда, прочитала я ее после просмотра фильма. Я была в восторге и от книги, и от фильма. Такая трогательная, непогновенная история написана простым языком и читается на одном дыхании. Прочитала я ее за один вечер. Что может быть лучше интересной книги холодным зимним вечером с чашкой чая и под теплым пледом? В сердце появляется нега и предвкушение счастья и любви. Книга «Между небом и землей» относится к категории роман, но я бы отнесла ее к фантастике. События, которые происходят в книге, далеки от реальности. Сюжет очень интересный. Элизабет – скромная и тихая девушка. Несмотря на это, она сильная и независимая. Ведь она врач, она спасает чужие жизни. Увы, свою жизнь она спасти не смогла. Марк Леви очень подробно описывает Элли. Сразу всплывает образ милой, чуткой девушки. Она такая воздушная и легкая. Создатели фильма подобрали очень хорошую актрису. После просмотра фильма никого другого, как Крис Уизерспун, на эту роль уже не представишь. Я поверила героине Элизабет, поверила в ее историю, сопереживала ей, мысленно поддерживала. Автор полностью подвел меня к этому. Мне понравилось, как Марк Леви рассказывал о Дэвиде. Симпатичный, умный парень, все держит в себе. Задомчив, немного уныл, депрессивный. Однако я сразу проникла в симпатии к Дэвиду. Его невозможно не полюбить и не сопереживать вместе с ним. Въев в квартиру Элли, Дэвид стал замечать, что хозяйка-то не выезжала из квартиры. Это ее призрак все еще ходит по периметру квартиры. И ее видит только Дэвид. Вот тут и начинается самое интересное. Я была под впечатлением, как Марк Леви описал так называемую притирку героев. Они изначально не выносили друг друга на ду. Перебивали, игнорировали, мешали, нервировали. По книге чувствовалось невероятное напряжение между героями, их раздражение. Потом герои, конечно, проникли симпатии. Но Леви просто невероятно это описал. Герои Элизабет и Дэвид постепенно узнавали друг друга. Они выстраивали мостик доверительных и искренних отношений. Книга держала в волнении все время. Я так прониклась их историей любви и все благодаря автору, который практически перенес нас в другой мир и затянул в другую реальность. Мне так хотелось быстрее узнать, чем же кончится все. Но когда дочитала до конца, поняла, что хотела бы побольше страниц. Леви очень подробно и красочно описал финал. Подведу и так. Марк Леви отличный писатель. Всем любителям романтики, любви, а также тем, кто смотрел одноименный фильм, советую прочитать книгу. С вами была Даша и подкастер. Ферзик из концентраальной библиотеки Пушкин Базоценим. До новых встреч!